Я бы вообще футбол запретил в России. Ребят, нашел классный канал, обсуждают взрослые мужские темы, политика, деньги, карьера, отношения в семье, воспитание детей. Подписывайтесь, ссылка в описании. СМИ опубликовали данные о том, кто в нашей стране может рассчитывать на выплату повышенных пенсий. Напомню, сегодня средний размер подачки по выходу на заслуженный отдых составляет 10-12 тысяч рублей, хотя некоторые в конце августа говорили, что 14, ну у некоторых может и 14, а с января 2019 еще обещали тысячу накинуть, так вот. Но есть все-таки в России такие категории граждан, которым положено получать больше остальных пенсионеров, и об этом прямо сейчас начинаем. Так что же это за счастливчики, которые обречены доживать свой век в более комфортных условиях, нежели остальные их соотечественники, 3-4 начали, первое и инвалиды. Этой категории граждан, помимо традиционных выплат по старости, положено еще и пособие по инвалидности. Оно ежемесячное, плюсуется к пенсионным деньгам. Впрочем, не обольщайтесь, речь там ни разу не о миллионах идет, от двух до трех тыр, в зависимости от группы. На круг в сегодняшних цифрах порядка 16 тысяч пенсий у такого инвалида получится. А по протоколу за одно зеркальное разбитое стекло ваш муж заплатил 97 рублей 18 копеек. Откуда у него такие деньги? Следующий больной – москвичи. Только не спешите сразу ненавидеть жителей столицы за это. Там все очень просто, потому что прожиточный минимум в Белокаменной несколько выше, чем в среднем по стране. Не связано это с более высокими ценами на товары первой необходимости, а также более дорогими тарифами. Поэтому московские власти приплачивают своим пенсионерам что-то около пяти с половиной тыр. Еще при Лужкове оно и началось. Впрочем, скоро, вероятно, закончится. В московской мэрии в данный момент активно обсуждается вопрос об упразднении надбавок после проведения пенсионной реформы. Браво, ребята, браво! До свидания, Москва! До свидания! Дальше. Помимо москвичей и инвалидов, надбавки предусмотрены также для жителей Крайнего Севера. Учитывается, опять же, уровень прожиточного минимума. Не самые комфортные условия для проживания. Короче, люди там тоже получают доплату от государства в пять тысяч. Применяется специальный коэффициент около 19-20 тысяч у пенсионеров. В тех краях выходят. По северным меркам это, конечно, ни о чем. Где килограмм каких-нибудь яблок в несколько раз дороже стоит, чем в любом российском городе. Ну, кого это волнует? Главное, в отчетах цифры красивые, верно? Так. Продолжаем разговор. Еще повышенную пенсию в Великой и Могучей получают чиновники. От 19 тыр эти ребята стоят. И вот на данный момент таких пенсионеров в стране насчитывается около 80 тысяч человек. Больше, чем чиновники, заслужили ветераны силовых ведомств, в том числе экс-сотрудники МВД, военнослужащие, судьи. Им по выходу на заслуженные полагается от 26 тыр. Кстати, на заслуженные они выходят уже в 45. Два миллиона таких пенсионеров на данный момент в нашей стране концы с концами пытаются свести. А вот теперь самые главные труженики, верно? Депутаты Госдумы. Помните, да? Хватит копейки считать год от года. Стань депутатом, тащи у народа. Ой, живи для народа, конечно же. Что-то не то сказал, честное слово. Про депутатов не так давно я вам рассказывал. Этих арифметика вообще простая. Один срок в Думе отчалился, 55% от зарплаты будешь получать пенсионных. Два срока и более две трети депутатского дохода. А депутатское СЗП сегодня 85 штук. То есть на сумму от 45 до 63 тысяч престарелый парламентарий может рассчитывать, согласен, скромно. Но если икру трескать не столовыми ложками, с голодухи ноги экс-депутат вряд ли протянет. Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись студенту. Еще есть летчики-испытатели и космонавты. Но о них не будем, поскольку лично я считаю, эти на самом деле заслужили. Мне другое интересно. Господа, как думаете, в какую из вышеперечисленных категорий, если поднатужиться, может попасть среднестатистический россиянин, чтобы получать эту самую повышенную пенсию? Вот и мне что-то подсказывает, что вариантов-то немного либо на север заотморозить, либо производственную травму зарабатывать, инвалидность. В смысле, классную фразу, к слову, услышал на медне. Это Россия, здесь одним все можно, а другим нельзя. А это реальная журналистика. Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. И еще о тех заслуженных пенсионерах, о которых выше говорил, в Тюменскую область вас приглашаю. Точнее, на официальный сайт управления Следственного комитета по Тюменской области. Ребята, вы должны с этим ознакомиться. Итак, страничка руководителя управления, генерал-лейтенанта юстиции Михаила Богинского. Возьмите попкорн, закройте глаза и постарайтесь как следует проникнуться услышанным. Рабочий день Михаила Вячеславовича начинается с внимательного ознакомления с оперативными сводками ГУВД, чтения газет и дотошного изучения большого количества важных документов. У Богинского есть отличные замы и помощники. Он им полностью доверяет, но по давней привычке старается сам вникать в происходящее. Ибо реалии сегодняшней суматошной жизни таковы, что под контролем следует держать множество событий. На первый взгляд, не связанных между собой, но способных повлиять на конечный результат самым непостижимым образом. Как говорится, сова – мудрая птица, но яйца каждое утро сносит все-таки курица. Хочется спросить, это выдержка из сочинения пятиклассника какого-то тюменского? И о чем это вообще? О том, что генерал ничем толком не занимается с утра до вечера, с водки до газеты читает, бумажки еще какие-то перекладывает. Ах да, у него есть замы, но из данного опуса мне, например, совершенно не ясно, за каким эти люди зарплату получают. Ведь Михаил Вячеславович и без них прекрасно обходится. Но если серьезно, блин, ё-моё, на содержание этого сайта тратятся миллионы рублей. Неужели нельзя найти нормальных СММщиков, которые хотя бы адекватным контентом сайт данные наполнять будут? Это же посмешище! Кто из какого перепоя про ту мудрую сову и курицу, несущую яйца, писал? Причем самое-то печальное. Подобное можно откопать не только в Следственном комитете. В любой госструктуре всегда отыщется целая рота дармоедов, которые вот так вот работают по принципу «Ааа, и так сойдет». Вот только платим в конечном итоге за такую халтуру умы из своего кармана? Или вот, пожалуйста, еще одно гениальное решение из разряда «Как бездумно по собственной глупости в попытке выслужиться можно спустить целую кучу народных денег?» Сегодня администрация Белокурихи перенесла улицу Центральная, 125, в чистое поле. Адрес был изменен. Никто не оповещен. Мы долго искали это место. Теперь мы, наконец-то, его нашли. От центра города очень далеко. Это 9-10 километров, получается, по картам. Городок Белокуриха, Алтайский край. Население 15 тысяч. На кадрах, которые вы только что видели, акция протеста местных жителей против пенсионной реформы 2 сентября. Чиновники услали тех протестующих митинговать в чистое поле. Как? А просто рост черком пера перенесли адрес, где сперва случайно согласовали мероприятие. К черту на рога, 9 километров за границу города. И это было бы смешно, если бы не было так грустно. А вот теперь представьте себе последствия такого решения. Митинг-то прошел и забыли. А с улицей перенесенной чего делать? Чинуша уже подписал бумагу-то. А я вам скажу. Сейчас план города переделывать придется. Всю документацию. Адреса, пароли, явки и так далее. Переделывателей специальных нанимать надо. Зарплату тем переделывателям платить и бла-бла-бла. Короче, денег на бюджетных, на это идиотское решение ухнут целую гору. А могли бы дорогу, например, отремонтировать. Детскую площадку какую-нибудь. Но нет. Какой-то недоумок покреативить. Решил в попытке прогнуться перед губернатором и руководством партии партий. У меня слов нет. Вот теперь представьте, сколько таких недоумков еще руководящие посты на просторах нашей страны занимают. И всем им мы будем потом пенсию до кучи платить повышенную ляпота. Все. Закругляться пора. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в ютьюбе ссылка сверху больше серии этого замечательного сериала. Заходите, не стесняйтесь. На канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за сим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok